Илья Муромец Некоторые благовещицы ожидали увидеть на сцене еще одного богатыря – Никиту Кожемяку. По словам достоверного источника, в сказочном сценарии Никита Кожемяка от излишней бдительности чиновников стал просто Никитой. Но артисты городского дома народного творчества заверили – его в сценарии не было. Мы были очень сильно удивлены вот этой информацией, но его изначально не было в сценарии. И поэтому то, что происходило в интернете, на блогах, оно не помешало нам работать дальше. Наоборот, даже может быть. Да, даже помогло, наверное, дало нам стимул еще лучше сделать этот праздник, еще радостней. Особенно радостным открытие городка стало для детей. Кроме снежных и ледовых фигур с подсветкой, на главной площади Благовещенска появилось много горок. Плюсы в городке нашли и взрослые. Городок очень понравился. Все сделано со вкусом. В прошлогодние, мне кажется, городок намного стал лучше и разнообразнее. По сравнению с другими годами. Но если с городами, то, конечно, старается, пускай наша администрация старается, еще раз старается. А так молодцы. Хоть что-то для детей сделали. Вон сколько город. Реально хоть покататься детям можно. Место расположения, ну, центр города удобно. Здесь все рядом. И, по крайней мере, сейчас здесь все организовано. Туалет здесь есть. На открытии снежного городка не обошлось без происшествий. У сказочного героя Емели сломали балалайку. Полицейские задержали 10-летнего мальчика. Потом выяснилось, гриф балалайки он сломал случайно, когда залезал на снежную фигуру. Кстати, сесть повыше и сфотографироваться пооригинальнее стараются и дети, и взрослые. Недавно охранники с трудом согнали со сказочного Емели группу китайцев. Жители Поднебесной хотели запечатлеть себя с персонажем русской сказки. Тогда он остался невредим. А вот 10-летнего мальчика задержали. С ним и его родителями провели беседу. А также предупредили, что за снежными героями наблюдают. И за них есть кому постоять. Наталья Погодаева, Василий Пронькин, Альфа Новости.